друзья всем привет сегодня сделаем подборочку одну сделаем новую идею 3 небольшие старые что получится давайте посмотрим видео много говорить не буду болею всем приятного просмотра поехали для первых день нам понадобится вот такая вот банка но это не обязательно из-под тушенки попалась по тушенке будем делать из нее первым делом отмечаем по кругу и отрезаем края втираем обнаждаючку чтоб не порезутся взял картонную бумагу от коробки теперь плотно сворачиваем вставляем в баночку ты почти четко прочитал теперь взял обычные парафиновые свечи нарезаю их достал фитерки вставил их и снизу под поджал теперь заливаем даем впитаться и остыть воск высох самое долгое было там изделие это высыхание воска застывания и как понимаете нас получилось такая вот вечная свеча я даже видел когда просто бумагу поджигают и она очень долго горит практически считай вечный источник огня после того как фитильки догорают подходит ближе картона начинает загораться картон и будет гореть картон и он будет гореть очень долго потому что он весь находится воски сейчас посмотрим сколько теперь теперь света дает нам уже сразу освещая освещение прям все он видно друзья получилось вот такая вот вечная свеча но не вечная но долго 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 играющая то есть он теперь уже и руку не поднесешь иначе разгорается еще больше разгорится и будет гореть очень хорошо можно поставить железную баночку сверху сделать на ней отверстие и будет вам еще как бы отдавать тепло еще больше видите да разбирается но мы поехали дальше еще одна идея как продлить жизнь обычной свечи берем баночку маленькую капаем воск на центр банки и ставим свечу теперь берем обычное растительное масло и заливаем теперь свеча будет гореть в три раза дольше свеча уже горит я не знаю сколько времени и я думаю на будучи дольше гореть смысл какой теперь можно взять ее просто это все проверено временем это как старая лампадка теперь можно затушить и закрыть банк крышечкой и поставить и так а потом открыть и зажечь но я хотел еще вернуться к нашей старой свече 1 смотрите какое пламя феномент горит до сих пор вот а видимо с водичкой потому что пшикает воск но пламя вообще конечно не сравнить с этим мне вот и свеча конечно прям очень очень нравится я думаю хватит очень надолго все едем дальше а здесь сейчас сделаю отверстие побольше теперь возьмем я думаю всех есть пустые баллончики из-под краски пометим примерно 5 сантиметров ну на всякий случай не мы здесь сейчас делаю одно отверстие делал небольшой такой шаблончик на три части то есть берем вот так вот примерно тут два сантиметра отверстие от верха выставляем шаблон так выставили теперь маркером все это обводим понадобится еще такая вот баночка то у меня в моем случае здесь под конфет может быть под кофе теперь на банку прикрутил ты через сантехнические гайки сделал таким образом хитрость тоже пропилил сделал пропил что можно было отверткой закрутить все это потому что здесь расстояние минимальное так теперь берем наш вторую часть и будем сейчас насаживать и сверху получилось почти идентично берем часть которая была передняя и отпиливаем кусочек теперь вставляем все это дело вовнутрь так ставили вовнутрь и теперь хорошенько замазываем эпоксидной смолой пока смола сохнет сделал вот такие вот два отрезочка из болта восьмерки просверлил сверлышком на 4 так вот плунжерончик который у нас от горелки от родной сейчас на него при помощи вот сантехнического геля теперь накрутим гаечка м6 на болте который не м8 а м6 и вкрутим его повнутрь на второй также наносим геля берем горелочку и вкручиваем сюда теперь берем термоусадку отрезаем кусочек надеваем ее все воды как соберем зажигалочку теперь берем силиконовый шланг помни шестерочка он хорошо плотненько одевается но пока так оставим без стяжек можно конечно хомутики к имени купить и с этой стороны также плотненько заходит теперь вставляем в однородное место притянем также мне понадобятся вот такие вот болты может конечно чуть подлиннее у меня коротковатые можно докупить ну теперь вторую часть одеваем наш баллон так открываем и смотрю у нас получается шикарнейшие пламя хочу показать что это все работает смотрим вода у нас даже он со льдом плавает минус то 4 градусов то есть ледяная поджигаем открывается кран просто зажигается и ставим можно добавить пламя как видно прям вообще шикардючая буквально вот три минуты вода закипает как видите можно взять также разбить яичко как видим это на минимальной температуре еще стоит тут делали большой апгрейд вот эти отверстия рассверлил на 6 со всех сторон и конечно сразу результат получается шикарнейший совершенно другой смотрите это прям на минимум вот сама маленькая пламя вот максимально можно сделать также снимаем баллончик снимаем все это переворачиваем открываем закрываем сворачиваем шланг и убираем его тоже сюда все это закрываем и у нас получается вот такая вот компакт некая горелочка первым делом в тиски затянул трубу это у меня 32 сейчас попробуем сделать один завиточек получается вот такая вот штука у нас вставил сверло двоечку и сейчас по центру просверлим отверстие теперь мне понадобится вот такая вот баночка вставляем все в крышечку берем холодную сварку заделывать отверстие по кругу из простого бинта сделал такие незамысловатые фитильки не фитильки это нам чтобы подача была и теперь я примерно сделал до сгиба чтобы дальше не горел не грелся не но не горел в общем и нам все это нужно будет ставить теперь берем спирт и опускаем наши фитильки и закрываем все это дело сейчас она промокнет постоит чуть-чуть также нам понадобится крышечка но этот от той же самой баночки металлическая это нам для того чтобы разжечь так также картина теперь крышечку немного спирта все делаю с первого раза даже не знаю получится не получится но попробуем и ставим теперь сюда так капнули спирта поджигаем теперь его все загорелось так уже появляется характерный звук горелочка выходит а уже увидел даже пламя сейчас мы уберем вот эту которую сжигает вот то что ну горит классно прям сейчас попробуем затушить берем палочку обычную и затушили теперь пробуем разжечь все обратно разгорается прям класс взял я обрезок от свая я поставим его вот так вот и набрал водички попробуем сможете у нас нагреть горит конечно знатно прям пламя очень хорошее сейчас наверно поставлю на ускоренное и уже посмотрим друзья в общем как видим вода закипает температуры видимых достаточно попробуем убрать горелочка наш так и горит я думаю получилось прикольно на быструю руку ох еще горите и горит тут еще спирту целая куча я думаю получилась классная горелочка спиртовочка делается за пять минут и нажимаю и и и Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. И накручиваем несколько витков. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Сейчас надо разойдется. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Всегда будет тепло. Смотрите продолжение в следующей части. И не показывайте это. Я просто не знаю, не пробовал и не хочу пробовать. Данное, что можно было сделать на спирту. Спирт можно купить, еще раз повторюсь, в аптеке. Стоит 80 рублей 100 грамм. 100 грамм это, наверное, как раз у нас одна баночка и получается. Друзья, но я буду с вами прощаться. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.